Оно идеально, оно сбалансировано, немного кисленькое яблоко. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии шеф-повар Евгений Перенс, и я приготовлю десерты, напитки и волшебный сироп. И все это будет благодаря Сувиду и упаковщику от Равмит Профэшнл. Я приготовлю яблоки, томленные с брусникой, медом в Сувиде при 75 градусах. Также к ним я приготовлю спонж с углем, он будет черный, поэтому будет яркая красочная картина. И сделаю классический французский крем-англез. Это сладкий заварной ванильный крем. Также к своему десерту я сделаю напиток, это будет горячий пунж. Я приготовлю его из бузины, огурцов, а для изюминки и аромата я подпалю туда березовую веточку и буду готовить вместе. И бонусом ко всему я приготовлю яркий, красочный, насыщенно-синего цвета сироп. Сироп со вкусом цветов и ванили. Он будет универсальным, он будет подходить как к лимонадам, так и к сладким блюдам. И по общей сложившейся традиции мы закончим наш ужин сладким и горячими напитками. Ну что, приступим. Для пунша крупно и хаотично нарезать огурцы, грушу, добавить бузину, сахар, несколько веточек тимьяна и красного базилика. И залить водой. Запаять и убрать всю вид при 82 градусах на 30 минут. Пока сироп и пунш настаиваются, самое время перейти к десерту. Это будет своего рода яблочная шарлотка, но в разобранном состоянии. У яблок убрать сердцевинку и нарезать дольками. Добавить им бруснику и мед, запаковать в вакуумный пакет и готовить при температуре 65 градусов в течение 25 минут. Для приготовления крема англес необходимо смешать яичные желтки с жирными сливками, сахаром и ванилью. Тщательно перемешать, упаковать в вакуумный мешок и готовить при 82 градусах в течение 12 минут. У меня уже приготовились яблоки, сейчас доходит крем и самое время приготовить спонж. Для этого я возьму смесь из черного активированного угля и разрыхлителя теста. Загружаю это в блендер и измельчу до однородного порошка. Мешать яйца, муку, разрыхлитель теста и черный активированный уголь. Пробить до однородности и готовить в герметичном контейнере при температуре 95 градусов. Друзья, я приготовил полностью все десерты, я сделал свою шарлотку в разобранном виде, напиток и сироп. И сейчас я хочу продемонстрировать области его применения. Во-первых, его очень удобно использовать как основа для лимонада. Здесь у меня просто газированная вода в стакане и я сейчас добавлю сироп. И готовый лавандовый напиток с тайским чаем готов. А если вы хотите немного волшебства, то нужно сделать так. И напиток поменял цвет. Также этот сироп можно использовать в виде добавки к сладким блюдам. Таким как творог, вареники, либо же блинчики. И вот настал тот час, когда все готово и нужно только попробовать. И я начинаю. Я обожаю сладкое. Оно идеально, оно сбалансировано. Немного кисленькое яблоко, нежнейший крем-англиез и пышный, пористый, воздушный спонж. Это прекрасная шарлотка в разобранном виде, своего рода раздельное диетическое питание. И настало время напитков. У меня тут сразу два. Первый это лимонад, который я сделал на основе сиропа. Я добавил просто в газированную воду сироп. И попробуем, что получилось. Нежный, летний, теплый вкус цветов. Лаванда и немного кислинка лимона. Прекрасный освежающий напиток. И наконец-то настало время пунша и взбузины огурцов, груши, зелени и опаленных березовых веточек. Какой прекрасный, насыщенный, яркий цвет. Ммм, прекрасный, уземистый, деревенский, ремесленный, сельский аромат. И потрясающий, легкий, освежающий, нежно обволакивающий, в то же время, с легким запахом дымка, фруктовый, освежающий напиток. Прекрасное сопровождение под любой прием пищи. И на этой яркой, вкусной, сладкой ноте я с вами прощаюсь. С вами был Евгений Перенс. Всего доброго. Пока-пока.